Многие наши ребята писали и в Твиттере, и в ВКонтакте, которые сейчас находятся во Франции, что проходя мимо бара, разгоряченные англичане, которые там грелись горячительным, начали швырять бутылки в толпу русских. Те не ответили. Когда те начали наглеть, естественно, те как бы в ответ здесь дали, ну и завертелось. И вот произошло то, что мы все знаем. Произошли инциденты сначала на улицах Марселя, в портовой зоне, потом вот была бы уже большая драка после самого матча, когда финальный свисток завершился. 1-1 наша команда сыграла. Вот некоторые фанаты прорвались на английский фанатский сектор, были остановлены полиции, МВД Франции на следующий день выступил. И был большой резонанс в Англии, потому что реально пострадали люди. И некоторые были, ну, по тем же видеокадрам очень серьезно избиты. И когда бутылка в голову стеклянная прилетает, скажем, это малоприятно. Вот. Естественно, им как-то надо реагировать. Но вот как раз из-за нескольких, скажем так, таких неадекватных фанатов, которые вот в таких стычках себя проявили на улицах Марселя, страдают люди, которые я вот даже, может, там близко не были. Потому что тоже читал сейчас буквально несколько минут назад в интернете, что в отеле, в хостелы полиция буквально вырывается, фотографирует, переписывает российских фанатов. Задержан около Канна автобус, который вот вез наших болельщиков. По вот этой вот драке и вот этим вот каким-то локальным стычкам нельзя судить о всей культуре, скажем так, болельщиков, которые приезжают на матч. Есть, конечно, люди, которые приезжают, ну, просто, наверное, как-то вот отдохнуть, скажем так, около футбола. Их игра не интересует. Мы все знаем это хорошо. Движение околофутбольное. Здесь какие-то были ли провокационные такие стычки. Не буду за англичан тоже заступаться. В каждой стране, в каждом народе есть люди отмороженные абсолютно. Второе. Непонятно, почему в Марселе продавали пиво. Ну, это нормально, когда перед футболом продают пиво. В стеклянной таре. Потому что, опять же, будучи в 2012 году на чемпионате Европы в Украине, да, и мне посчастливилось еще в 2008 году быть в Вене, я не видел, чтобы стекло продавали. А вы видели по кадрам, в основном кидали только вот стеклянные бутылки. Не будь этих бутылок, а пластиковые стаканчики. Я не думаю, что там два десятка стулов. Ну, и, естественно, конечно, полиция здесь очень слабо себя повела. Потому что рассеять несколько толп хулиганов и не дать им разрастись, вот потом в такие стычки, они проходили уже и после игры, и в ночное время. Поэтому, что хочу сказать. Ни в коем случае нельзя не давать, там, закрывать фан-секторы, лишать футбол болельщиков. Но как-то пресекать вот эти вот самые околофутбольные штуки. Ну, культура есть какая-то определенная на стадионе, поэтому я вот не одобряю все вот эти вот, скажем, околофутбольные какие-то разборки, которые вылились, и не дай бог, которые могут каким-то вот боком отразиться на санкциях очередных в наш адрес. Продолжение следует...